Ну что, друзья мои, давайте поговорим про установки, про самопрограммирование, про то, как мы собственными мыслями можем мешать себе жить. Это очень важный момент. Объективно вы не можете быстро поменять мир вокруг себя. Объективно мы не можем повлиять на какие-то политические вопросы, на семью, на своих родственников, на мужа. Но поменять своё отношение к этому мы можем очень быстро. Очень быстро мы можем перестать жаловаться, очень быстро мы можем поменять своё отношение к телу, поднять свою самооценку и уверенность в себе. Многие, многие считают, что это очень сложно, что это намного сложнее, чем в материальном мире, допустим, просто купить себе платье, какими-то атрибутами пробовать изменить внутреннее состояние, и потом сталкиваются с тем, что это так не работает. Работает оно по принципу сначала изнутри. Сначала ты в это веришь, а потом это происходит и отображается во внешнем мире. А во что мы верим? Мы верим в то, что везёт только дуракам. Мы верим в то, что бизнес – это очень сложно, это вообще не женская история. Годами я верила, что все мужчины изменяют. Я реально росла в таком обществе, где все мужчины изменяли, даже какие-то пляшивые полубомжи. И ты растёшь и думаешь, неужели по-другому не может быть? Почему это так? Почему люди сами такое создали? Мне так не нравится. И я хотела создавать для себя своё. Это реально было у меня прям с детства. Я всё создавала своё. Мне хотелось быть с мамой подругами. И я понимала, что я третья дочь в семье, самая младшая, и ни на одной из моих сестёр этот кейс не сработал. Ну типа ни с кем мама не дружила. Но у меня, у моей знакомой, одноклассницы, мама была, она так гордилась этим. Она говорит, мы с моей мамой можем всё обсуждать. Мы вместе смотрим вот этот мятежный путь, по-моему. Мы вместе там обсуждаем каких-то героев, персонажей. Я там ей рассказываю, в кого я влюбилась. И думаю, я тоже так хочу. Я тоже хочу всё рассказывать маме. Но на самом деле я понимала, что что бы я ни сказала, из-за того, что у меня другая мама, у неё было намного больше проблем, и у неё было три дочери, а не одна, у неё другая психика. Она не готова была принимать весь этот поток информации о дочери. Но мне так этого хотелось, что в итоге я это создала. И я реально единственная из всех дочерей с мамой подруга. Всё, что я хочу, я реально создаю в своей жизни. Хочу там стройное тело, я это создаю. Я не мечтаю об этом, я не жалуюсь на это, я не думаю, почему вот это... У меня было это мышление, но я его вовремя поймала и отсекла. Вот эти вот мысли, мысли слабака, мысли человека, который ищет оправдание, а не решение. Это мысли, что ну у меня просто такой метаболизм такой. Ну вот почему-то то и повезло. Её с детства к спорту приучивали, а меня к спорту не приучивали. У меня было вот это такое. Родители виноваты в том, что я ленивая, потому что они меня с детства к спорту не приучили. Ну её, ну что ж такое? Какие бессовестные родители? Как вот это им жить теперь? На самом деле всё, что там не происходило когда-то, сейчас я взрослая, я осознанная Марина, у которой жизнь под контролем могу исправить. Всё могу исправить. Если в детстве у меня был случай, когда сосед-алкаш, короче, приставал ко мне, ну а мне было, ну это, наверное, второй или третий класс. Он к себе домой меня затащил, на конфетке заманил, и там что-то, короче, лез под юбку. И это было, всю жизнь я это тащила, как свою травму, очень-очень болезненную такую травму. И вот взрослый человек, что он с этим делает? Если ребёнку тогда было страшно, ребёнок не прожил эти эмоции, он не испугался. Я тогда не испугалась, потому что я не понимала, что он делает. Он ничего страшного не сделал никуда там, слава богу. Но вот этот сам процесс, он меня испугал, и я его всю жизнь помню. Что с этим можно сделать? Это можно проработать с психологом, да? Это можно один раз кому-то проговорить. Я могу на весь мир это теперь говорить. И как только ты об этом говоришь открыто, это уже не сидит в тебе как страх. То есть я, как взрослый человек, решаю сама свои проблемы. Мне, когда говорят, ой, Марина, ты там ссоры с мужем выносишь из избыток, нельзя, нельзя рассказывать. Кто это сказал? Люди, несчастные люди, которые реально не знают, как справляться с этими трудностями, которых там мужья бьют, а они боятся кому-то об этом сказать. Я ничего не боюсь сказать. Я не боюсь сказать, что мне муж не подарил тот подарок, который я хочу, потому что я хочу эту проблему решить. Я не хочу её держать в себе. Я не хочу, чтобы эта проблема была дальше. Я хочу, чтобы она осталась в прошлом. И так и происходит. Любая ситуация, которая происходит в моей жизни, которая меня не устраивает, мной же решается. Поэтому любая ваша мысль, которая вас не устраивает, должна вами устраняться. Вот у меня появилась мысль, да, почему во мне столько злости и обиды на какого-то там алкаша, который в детстве непонятно как-то ко мне приставал, и это зажало меня, да, то есть это ещё одним стало подпунктом, почему я не доверяю мужчинам, почему я их боюсь. И она сидит, и с детства там маленькая вот эта Марина, которая такая, а что мне с этим делать? А почему меня никто не защитил? А почему не было там кому рассказать? И вот сейчас во взрослом возрасте я с собой маленькой говорю, слушай, я, я эта Марина, мне ты рассказала, я это решила, мы его там нахер послали, пусть через, пусть он уже умер давно, но ты сейчас можешь понимать, что я всегда с тобой была, да. Это единственный тип мышления, который поможет вам выжить. Просто это не, я сто раз говорила, это выгодное мышление, это не позитивное мышление. Я не пытаюсь жить в мире розовых единорогов и говорить, войны не существует, я радостная, я преисполненная, я дурочка. Нет, это не так. Я вижу всё зло, которое происходит в мире. Я вижу людей, которые пытаются меня использовать или обманывать. Я вижу даже черноту в себе, да, когда у меня тоже может проявляться эта злость, эта агрессия, это какая-то там язвительность. Я тоже так могу. Но я это вижу, я думаю, ааа, это чувство, я прислушиваюсь к чувствам. Это чувство, мне не нравится. Мне не нравится чувство страха, которое тянется из детства. Я что его? Я его вырываю с корнем, типа, проживи, проживи, вот эта маленькая Марина, эти испуги, сейчас в 32 года, проживи то, что ты тогда не прожила. И вот с психологом или в медитации, или просто лёжа в ванной, я к этой ситуации возвращалась, и возвращалась, и возвращалась. И в итоге, в какой-то момент, я поняла, что за ней больше нет эмоций. Просто мне, мне уже всё равно, просто было и было. И таких ситуаций очень много. У меня там была ситуация, о которой я уже рассказывала, когда мои же подружки, типа подружки, мои одноклассницы, меня подставили, мальчику я нравилась в школе, и он хотел за мной ухаживать, а была какая-то девочка-бандитка, которой он тоже нравился, и они собрали против меня целую банду, человек 50, хотели меня избить. И меня заманили обманным путём, за Диониста, это в глухове место драк было, заманили туда, и хотели, короче, меня прям избить, и мне угрожали. И тогда я стояла, такой броник, я стояла и говорила, бейте, бейте. Я потом приду домой, у меня отец есть, слава богу, да, он меня любит, он спросит, что со мной произошло, мы пойдём в милицию. Мусорская, не мусорская, я говорила, последствия у вас будут, но я не буду вам носить поляны, я не буду вам носить могорачи. Я жила всю жизнь, думаю, боже, какая я сильная. И только когда я уже выросла, начала анализировать каждую свою мысль, каждый свой страх, начала это прорабатывать с психологом. Я поняла, что я тогда испуг не прожила, а он был. Я чуть не обделалась, честное слово, было очень страшно. Но я тогда создала эту маску, защитную маску, и всю жизнь вот это её тащила за собой. То есть я для людей строгая, жёсткая вот такая, а это ледяное сердце. И я никогда не смогу раскрыться и раскрепоститься, если я взяла эту защитную реакцию. Это автоматический механизм. Тогда организму, телу, мозгу нужно было сплотиться и быстро выдать реакцию. Быстро дать вот эту вот жёсткость, потому что мы понимали, другого варианта нет. Мы не станем там какими-то терпилами, да? Мы жёсткие ребята. Но для чего и нужен, по сути, психолог, для чего и нужна саморефлексия, для чего вы должны начать отслеживать свои мысли. Для того, чтобы в сегодняшнем дне быть счастливее, для того, чтобы принимать свои эмоции, придётся прожить те эмоции, которые вы не прожили когда-то. Придётся научить себя мыслить и формулировать свои мысли иначе. Потому что, если мы будем двигаться на автоматизмах, то я так бы и осталась вот этой зажатой девочкой, да, которая боится мужчин, которая боится дружить, потому что её подружки подставили, которая вообще избегает людей, потому что их боится. И какая бы я там визуально блогером социальным не была, очень часто блогеры, это самые сильные интроверты, поверьте мне, они просто общаются с телефоном и общаются с самосозданным миром. То есть вот есть люди, которые тебя любят, а любого человека, который тебя не любит, ты можешь заблокировать. Это реально люди, которые боятся с реальным миром сталкиваться вживую. И обычно не очень любят вот эти все тусовки. Либо это должны быть тусовки, где меня ждут, примут, где я известная личность, и всё, мне будет комфортно. А вот так просто пойти в пространство, где тебя не знают, обычно очень страшно. Вот это вот история блогерская. Но когда ты начинаешь прорабатывать эти травмы, находишь первопричину. Первопричина, почему там, допустим, самый первый поцелуй, самый запоминающийся, первая любовь, первый танец, первый выпускной, первая брендовая сумка, первая машина, первая поездка за границу, всё вот это вот первое очень эмоциональное, самое-самое запоминающееся. А что? Отрицательные чувства точно так же. Первое какое-то негативное, первый удар, если тебя там кто-то, родственник или отец, или парень, да, когда-то ударил. Вот этот первый, он сам, это то, с чем нужно работать. Это он самую сильную эмоцию закрепил за каким-то событием. Первый там, первый раз остаться без денег. Что в этот момент было? Вот что произошло? Что ты пробовал? И вот это всё отследить, это и есть вот эта саморефлексия. Для того, чтобы выйти на новый уровень, для того, чтобы создать для себя новую жизнь, намного более качественную, нужно вспоминать всё. Люди очень боятся воспоминаний. Как люди боятся ходить к врачу, потому что знают, что точно он что-то там найдёт, точно так же мы все боимся воспоминаний, потому что там столько всего прячется. Мозг так тщательно это всё прятал. И вот это вот доставать, анализировать и разбирать, и обесценивать, для того, чтобы эти эмоции уходили, это очень болезненно. Но если вы реально хотите не самообманом заниматься, а действительно начать жить легче, то всё это придётся постепенно, оно автоматически будет происходить. Постепенно эти ситуации будут всплывать. Наш мозг никогда не выдаст вам всё махом. Он знает, что это нас убьёт. Он будет выдавать постепенно. Какая-то ещё ситуация вспомнится. Ещё, если вы чувствуете, вот есть книга «Иди в свой страх». И вот если вы чувствуете, что что-то вспомнилось, не хочу, не хочу это вспоминать, прям даже неприятно вспоминать. Вот если неприятно вспоминать, нужно вспомнить, что там было конкретно, что случилось. И вот на эту ситуацию посмотреть не просто «Боже, как мне неприятно, мне тогда так стыдно было, я там не знаю, ну как-то серьёзно опарафинилась, упала на сцене, или там, я не знаю, как-то пукнула там в общественном месте. Так это стыдно, так неприятно, или там кто-то ко мне приставал, кто-то мной воспользовался, я не знаю, ну у всех есть разные страшные ситуации». И вот когда ты думаешь «Боже мой, упаси меня Господь это вспоминать, просто не хочу даже вспоминать, многие так живут». Но невозможно начать мыслить так, как мыслю я, я вам потому что делюсь исключительно своим опытом, если это не прожить, не вспомнить. То есть у меня все эти ситуации, которые мне мешают, это тот самый груз, тот самый рюкзак, багаж этого негативного опыта, от которого ты бежишь. Ты бежишь от него, но он у тебя на плечах. Ты не можешь от него убежать до тех пор, пока ты этот рюкзак перед собой не поставишь и не начнешь доставать из него. Ага, тут у нас что? Тут у нас дед, который к нам приставал. Что мы с этим дедом можем сделать? Уже с высоты своего полета. Сказать, ну иди, дед, ну слушай, ну отбори до меня. Уже ты со мной тащишься всю жизнь. У меня счастливый муж, у меня счастливые отношения, ну а ты был какой-то дед импотент, который еще и педофил. Ну ничего страшного, ты умер, тебя жизнь наказала, да? Все, я освобождаю себя, официально разрешаю себе послать тебя ко всем. Все, отпусти ты меня. Иди да отпускаем. Иногда потребуется два, три раза, иногда потребуется там что-то прописать, написать, сжечь, ритуалов очень много. Но все это нужно достать. Там, ага, меня там парень бил какой-то. Мы достаем эту ситуацию, смотрим на этого парня, понимаем, что он абьюзер, понимаем, что у него никогда в жизни счастья не будет, что он вообще, ну у него очень много психологических травм и проблем. И смотрим на это уже с позиции себя взрослой, осознанной. А что мне с этим делать? Ты меня обидел, ты меня оскорбил, я теперь не доверяю мужчинам, я теперь боюсь этого как огня, поэтому к себе притягиваю. Но я не хочу тратить свое время на такие отношения. Я хочу из того прошлого негативного опыта вынести все ошибки, и чтобы моя дальше душа пошла уже свободной, пошла в новые здоровые отношения. Я не хочу об этом помнить, потому что пока я об этом помню, я это в свою жизнь как будто притягиваю и транслирую, и танцую на этих граблях. Поэтому я отпускаю тебя. Со всеми твоими грехами, со всеми твоей чернотой, со всеми твоими демонами, иди, пожалуйста, только от меня иди, иди в свои проработки, по своему жизненному пути. Это твой опыт, твои ошибки. Главное, что я делаю для себя, делаю свой выбор не быть таким человеком. Я выбираю другие отношения. То, что моя душа выбрала получить этот опыт через тебя, я ей за это благодарна, я этот опыт получила, это для меня теперь травма, спасибо вам большое, но я тебя отпускаю. Да, это как в анекдоте. И держит муж жену за ноги с балкона, говорит, ну, Петров свою убил, Сидоров свою задушил, а я тебя отпускаю. Ну, очень страшный анекдот, честно говоря. Но я вообще считаю, что мужчины, которые даже грубо отвечают женщинам, мудаки, потому что нельзя, женщина такой цветок. Я вот на мужа, на своего могу обидеться, если он мое мнение не услышал, к примеру, особенно, ну, у меня мнение там, особенно в политике, вообще никакого, потому что я об этом ничего не знаю. Но если я ему там сказала, а ты знаешь, что сейчас с этими вот этими паспортами, нововведениями, что они будут паспорта за границей выдавать, сейчас будут у всех столько проблем, ну, хорошо, хоть в Америке, да, тут есть driver lessons, и ты с ними можешь спокойно путешествовать по Америке, а вот как тем, кто в Европе, им наверняка намного хуже? И он мне говорит, нет, так а что им хуже? Одинаково. И я обиделась. И я пошла, обиделась, думаю, а почему ты не сказал мне по-другому? Почему ты не сказал? Да, родная моя, я с тобой абсолютно согласен, но мне кажется, что и там, и там одинаково, плюс-минус одинаково. Вот, но я осознаю, вот такие ситуации, и они ежедневно происходят у всех нас. Не думайте, что я такая прокачанная, и у меня муж знает, как со мной общаться, прям сто и ста, нет, нас окружают другие люди, у них другие свои переживания, может, у него там эта тема, его сейчас триггерит, пугает, потому что там у него тоже с паспортом, не все окей, но я могу нести ответственность только за свои чувства. Меня это обидело, и неважно, это логично, нелогично, я должна об этом мужу сказать, да, ты ответил мне так, как моя психика расценила обидным. Моя психика расценила эту ситуацию обидным, и каждый божий раз он мне говорит, я же тебя не хотел обидеть. Говорю, я знаю, я знаю, что не хотел, я знаю, что там никто в моей жизни не планировал прям нанести мне травму, да, но моя психика так расценила эту ситуацию, а я не хочу потом ходить и два дня анализировать, почему ты мне нагрубил, да, и почему я обиделась, и теперь я не могу ничего делать, теперь мне хочется сладкого, теперь мне грустно и печально, и я вообще без энергии. Нет, в моменте я сразу говорю, меня это ситуация, не ты конкретно, эта ситуация меня выбила из колеи, не отвечай мне, пожалуйста, так, потому что мне так отвечать нельзя, я сразу теряю себя. Вот, поэтому самое сложное во всем этом процессе, это постоянный самоанализ, то есть за всеми этими мыслями очень много энергии тратится, постоянно следить и наблюдать, ага, тут я обиделась, ага, тут я там еще что-то, но поверьте мне, поверьте на сто процентов, когда мы учимся решать проблемы по мере их поступления, в моменте они не накапливаются и не приводят к конкретным трагедиям, это как сегодня ты пьешь алкоголь, завтра у тебя дофаминовая яма, да, точно так же здесь, сегодня я, допустим, если бы не сказала мужу, что меня эта его фраза задела, я бы промолчала, завтра я бы начала ходить и собирать его там носки уже с претензией, какого хрена ты их разбросал, ой, высморкался там в ванной, просто жесть, и кто вот это хрюкалка-мяукалка, почему так громко, я бы ходила, и я бы злилась внутри себя на него и даже не могла бы понять почему, просто, типа, ну меня просто злит то, что он это делает, нет, меня разозлил вот тот момент, вот та ситуация, а потом меня злит всё, всё, любое проявление, на которое я могу злиться, уже будет меня злить, потому что теперь это не мой любимый драгоценный муж, да, или не мой любимый драгоценный сын, это теперь объект, который меня обидел, и теперь каждый его чих, каждый его вздох меня бесит, и любого человека, и ты не можешь понять, почему она там, жена, не хочет готовить мужа, не хочет заниматься с ним любовью, не хочет вообще ничего для него делать, хочет его использовать, почему, потому что было очень много ситуаций, в которых по капельке, по капельке, её не устраивало то, как он себя ведёт, или то, как он там поздно пришёл, не извинился, и она не может даже себе ответить на вопрос, а что конкретно мне не так, для того, чтобы ему поставить эти условия, нужно себе ответить, сказать, ты вчера пришёл поздно, мне бы хотелось, а чего бы мне хотелось, господи, а многие же не знают, чего они хотят, а мне бы хотелось, чтобы ты позвонил мне и сказал, что ты приедешь во столько восторга, потому что я переживала, а мне бы хотелось, чтобы ты так поздно не приходил, потому что я переживаю, и вот это здоровые отношения с собой и с людьми вокруг, когда ты можешь сам себе ответить, Как я хочу мыслить, как я хочу жить, как я хочу к себе относиться, как я хочу, чтобы ко мне относились другие. Я хочу услышать ваши мысли по этому поводу, это просто удивительная, очень глубокая тема. Я вас обнимаю, целую, давайте мыслить выгодно.